Всем привет! Сегодня мы будем с вами засовывать металлические предметы в микроволновую печку. Для тех, кто считает, что в микроволновую печку нельзя ставить металлические предметы, пожалуйста, рекомендую отойти и не смотреть это видео, поскольку, вероятно, оно вас шокирует. После каждого моего видео у меня возникает желание тут же, буквально в течение часа, снять новое видео. Потому что по мотивам вопросов я понимаю, что абсолютное большинство людей, которые пишут комментарии и говорят о том, что это бред, это люди, которые, в принципе, не знают, как работает микроволновая печка. И, внимание, это прямой эфир, здесь не будет никакой редакции. Все, что произойдет, произойдет вот как оно произойдет. Поэтому держи, пожалуйста, телефон крепко, ладно? Так, мы берем микроволновую печку, мы ставим туда обычный граненый стакан с водой. И мы ставим туда такой же обычный граненый стакан с водой и с ложкой. Собственно, я их включу и покажу вам, что будет происходить внутри. Но перед этим мы еще с вами немножко поговорим. Все микроволновые печи работают на одной и той же длине волны и на одной и той же частоте. Соответственно, они способны проникать внутрь пространства мясо, рыбы, птицы, либо воды на глубину около 3,5 см. Если у вас большее количество воды, большее количество продукта, большее количество еды находится там, то дальше вглубь эти волны проникнуть не могут. Безусловно, они отражаются от стенок, возвращаются потом куда-то, но тем не менее, полноценно проникнуть и полноценно разогреть они не могут физически. Поэтому, когда вы ставите стакан с водой, миску с супом, либо что-нибудь подобное, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда у вас вода кипит только в одной точке. И набивается не только в одной точке, а и в одной плоскости. То есть, предположим, в верхних 2-3 см жидкости. Все это приводит к тому, что часть супа разогревается, часть нет. Неразогретый суп ничего хорошего вам не несет. Если вы кипятите воду, то высоковердность того, что эту воду не докипятите, и будете пить сырую воду. А сырая вода – недокипяченная вода. Она гораздо хуже, чем просто сырая вода. То есть, лучше выпить сырую воду, чем воду, которая нагрелась до 60-70 см и не стала кипеть. Потому что, как вы знаете, при этих температурах, более высоких, приближенных к кипению, начинается резкий рост бактерий, довольно опасных для человека. Но, тем не менее, давайте сейчас перейдем к самой микроволновой печке. Посмотрим, что происходит внутри. Кто-то видит искрение. Кто-то видит молнии, которые блещут там. Я думаю, что нет. И что бы вот туда ни положили – вилку, ложку, нож, заколку, металлическую миску – это не изменит абсолютно ничего. Металл может искрить только в двух случаях. Когда металла очень мало, то есть, например, это фольга, его емкость очень мала. И второе – когда он у вас по каким-то причинам соприкасается с боковой, либо верхней стенкой, то есть происходит замыкание. Любая микроволновая печка на планете сделана внутри, из металла. То есть в данном случае история в том, что металл вреден для микроволновой печки, либо опасен – это абсолютная глупость. Любая микроволновая печка внутри сделана из металла. Металл не дает микроволну выходить за пределы микроволновой печки. На дверце микроволновой печки находится сетка Фарадея. Та самая сетка, которая не пропускает волны. Потому что если длина волны в 10 раз больше, чем площадь отверстий на этой металлической сетке, то волна воспринимает ее как абсолютно глухое препятствие. Таким образом, использование металлической посуды, вилок, ложек, металлических мисок не столько не противопоказано самой микроволновой печке. А давайте пока мы с вами снимаем, мы с вами продолжим. Сейчас продолжим снимать видео, то есть как идет процесс кипения воды. Зачем ставить металлические изделия в суп, в картошку, в макароны, которые вы разогреваете там, в чашку с чаем или просто в чашку с водой? Дело в том, что у вас разогревается только верхний слой, наиболее близкий к излучателю. Все остальные слои воды не разогреваются. И чтобы они разогрелись, вам нужен теплопровод. И ложка, вилка, нож и в макаронах, и в картошке, и в супе, и в стакане воды используется как теплопровод, то есть по сути кипятильник. Эта ложка нагревается в верхнем слое воды, там где вода уже закипела, и передает тепло вниз. В результате в стакане, в котором внутрь установлена ложка, вода закипит гораздо быстрее и гораздо равномерней. И самое главное, вся эта вода будет кипеть. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получается. Опять же, никакого искрения, никакого вреда, никаких последствий от того, что ложка находится внутри, в принципе не существует. И их и не может быть. Ну и собственно, пока у нас вода с вами продолжает нагреваться, и мы с вами рассматриваем возможности микроволновой печки, мы с вами поговорим еще и о стерилизации. Стерилизация очень непростой процесс, и после последнего видео я понял, что абсолютное большинство людей, в принципе, не понимает, как стерилизация действует. Если вы поставите банку, полную кипятка, внутрь вашей микроволновой печки, то безусловно в этом случае за 10-15 минут ваша банка стерилизуется. И то только в том случае, если вы положите туда некий металлический предмет, который заставит воду там кипеть. Если вы хотите стерилизовать небольшим количеством воды, сейчас секундочку, покажу вам, то будет следующий эффект. Посмотрите, у нас очень небольшое количество воды внутрь вот этой емкости налита. Вы можете налить сюда кипяток, вы можете налить сюда холодную воду и заставить ее кипеть. Что будет дальше? Вода начнет кипеть, и тут же, ура, большинство людей говорят, что все, банка стерилизуется. Ведь вода кипит, пар испаряется, и все, банка стерилизована. Вы знаете, это абсолютная глупость. Банка не стерилизована. Дело в том, что пар, который поднимается оттуда, имеет температуру порядка сотни градусов. Вода стерилизует при сотне. Чтобы смог стерилизовать пар, температура должна быть 150, минимум 130 градусов, но еще и при достаточно высоком давлении. Поэтому 150. И любой человек, который хоть раз в жизни пользовался утюгами, покупал их, знает, что это такое. Что в утюге, после использования низкой температуры, на поверхности ткани, после влажки, возникают бактерии. Поэтому все современные европейские производители говорят о том, что нужно использовать специальные режимы хайджин. Для стерилизации детского белья необходима максимальная температура утюга. Потому что пар сам по себе, он идет уже более низкой температуры. Если вам жарко, положите тряпочку мокрую на лоб, вам тут же станет прохладней. В точке, где происходит появление пара, то есть испарение, происходит резкое падение температуры. Это знает любой ребенок, который доучился до шестого класса в школе. Почему этого не знает абсолютное большинство людей и не понимает этого? Для меня это достаточно большая загадка. Поэтому стерилизация с небольшим количеством воды – это не стерилизация. Мне, безусловно, хочется говорить о многих вещах, в том числе и о политике, но я хотел бы сказать об образовании. Это очень большая сложность. Дело в том, что… Это плагиат, да? Я не знаю, где я прочел это все. О том, что страна, где было самое лучшее образование, которое неожиданно стало ставить банки с водой перед телевизором, чтобы их зарядить. Верить о том, что купить 14 кассет с аудиозаписей, ускоренного изучения метода каких-то там иностранных языков Илона Давыдовой за сколько-то тысяч рублей, и можно выучить язык за две недели. Покупка браслетов от сглаза, либо чего-нибудь подобное. Это говорит о том, что этого образования, к сожалению, нет. И когда мне пишут очень нелицеприятный отзыв о том, что я нифига не понимаю, как работает стерилизация, абсолютно не понимаю о том, как работает микроволновая печь, к сожалению, я вынужден констатировать, что это не один человек, это не два. Это целая, скажем так, плеяда людей, группа гигантская, то есть, которая в принципе не понимает, как работает. В школе не проходит, как работает микроволновая печка. Люди не объясняют этого, поэтому люди, они используют мифы какие-то, которые получали. Откуда взялся миф о том, что в микроволновую печь нельзя ставить металлическую посуду? Я не знаю, может быть, из какого-то фильма про Брюса Гиннесса, где он там засунул в микроволновую печку патроны и убежал, и патроны взорвались, и микроволновая печка взорвалась. И все, кто-то там сказал, все, да-да-да, действительно, патроны ведь металлические, она взорвалась только потому, что патроны были металлические, были бы они деревянные, она бы не взорвалась. Ничего подобного. Микроволновая печка не взрывается. Безусловно, есть шанс того, что при определенном условии, положении кастрюли, либо там банки внутри, у вас отразится луч и попадет назад на излучатель, и сможет его сжечь, но не более того. Итак, давайте снова приблизимся к микроволновой печке и посмотрим, что происходит там. В стакане без ложки вода кипит только вверху. В стакане с ложкой вода кипит абсолютно везде, по всей глубине. Еще раз внимание, проезжает перед нами стакан без ложки. Вода кипит только вверху. Внизу вода сырая и холодная. В стакане с ложкой вода кипит везде, и сверху, и снизу. К сожалению, этот опыт настолько простой, что технически его исполнить абсолютно каждый человек, который, в принципе, владеет микроволновой печкой. То же самое касается обычного стакана стерилизации. Ну, проверьте вы, подумайте вы, да, что вы заходите в баню. В бане температура высокая. Ведь там не температура воды 100 градусов, там температура пары 100 градусов. Вы заходите, сидите там, проводите время и получаете удовольствие, а не стерилизуетесь. Пар температурой 100 градусов не стерилизует ничего. Только полностью залитая банка горячей кипящей водой позволяет достигнуть эффекта стерилизации. Понятное дело, что неважно кипящей 98-96 градусов, это уже стерилизация. Речь не о пастеризации. Дело в том, что бактерии, вызывающие бутулизм, могут находиться на поверхности еды, которую вы собираетесь консервировать. И если она остается там, эта бактерия, то попадая в анаэробную среду, то есть в банку, где не будет воздуха, где будет вакуум, это все приведет к тому, что эти бактерии, вызывающие бутулизм, начнут резко размножаться, примут ту форму, при которой они могут вызвать фактически смертельную реакцию у человека. Поэтому, пожалуйста, не экспериментируйте, если хотите жить долго и счастливо, ни для соседей, ни для друзей, и даже ни для врагов. Не делайте никогда такие консервы, которые вы не стерилизовали. Я знаю, что это долго, я знаю, что стерилизатор это дорого, что вам потребуется тратить много воды, но все равно это гораздо безопаснее, чем пытаться нарушать законы физики и стерилизовать что-то в микроволновой печке. Только в этом случае, когда у вас установлен внутрь стакан, когда в одном стакане находится вода, и в нем находится ложка, мы можем с вами говорить о стерилизации. Во втором стакане, где у нас с вами не было ложки, которая была заполнена водой, ни о какой стерилизации речи идти не может, потому что вода внизу не кипела, вода кипела только вверху. Все это видели. Не верьте, включите свою микроволновую печь и проверьте, как она работает. Если вам требуется помощь подборю водовой техники, пожалуйста, обращайтесь в описании этого видео и ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкеты и получить всю исчерпывающую информацию о работе приборов и о том, какие приборы подойдут именно для вас. Всем огромное спасибо, до будущих встреч, до свидания. Браво! Поехали!